Добрый вечер Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые телегрители. Мы рады приветствовать вас здесь, в концертной студии Останкино, на вечере юмора. Надеемся, вам понравилась наша прошлая передача. Мы получили много писем со словами благодарности, с критическими замечаниями, с пожеланиями. Юмор нужен всем и всегда, и в минуты радости, и в трудные минуты. Сегодня мы предпринимаем новое путешествие вокруг смеха. Сегодня у нас три темы – литература, театр, музыка. Руководимые опытными консультантами мы начинаем. Но прежде мне хотелось бы прочитать одну фразу из письма, которые нам прислала семья Чебедько из города Харькова. Они пишут. «Очень приятно, что 16-я страница литературной газеты приобрела себе подобную сестру, имеется в виду наша передача, жизнерадостную, веселую, остроумную, общительную, и мы уверены, завоюющую популярность и поклонников в телезрительской среде». Спасибо за добрые слова. Это письмо я бы попросил прокомментировать заведующего отделом юмора литературной газеты Виктора Васильевича Вишеловского. Нас очень будем комментировать. Будем надеяться, чем больше у нас будет братьев, сестер, связанных с юмором, тем наше общее дело от этого выиграет дело хорошего настроения наших сограждан. Сейчас я хочу обратить ваше внимание, в основном внимание телезрителей, на первый ряд. Это авторитетные жюри писателей и сатириков, которые будут сегодня судить некоторые наши конкурсы. А вот, что я хочу сказать по поводу писем и подписей, которые получила телевидение и редакция литературной газеты в связи с этой фотографией. Должен сказать, что получили мы около тысячи писем. Вот такие подписи придумали читатели. Ставил не на ту лошадь. Белов Люберцы. Хороший хозяин все в дом ведет. Генерал Омки. Кентавр века НТР. И коня по улицам водили, как будто на показ. Лаксина, Альметьев, Татарской АССР. Балонки нынче не в моде. Кириллен, Ленинград. А ведь полцарства обещали Резина, Харьков. Черт меня дернул выиграть по лотерею. Дудырина, Москва. Итак, друзья, мы подвели итоги нашей прошлой встречи. Пора нам начинать новую. Все участники готовы. Они пришли сюда с улыбкой и надеются, что вы встретите их улыбкой тоже. Позвольте мне представить хотя бы некоторых из них. Впрочем, зачем? Они ведь и сами прекрасно могут представить. Я бы мог прочитать огромную лекцию о юморе в музыке. Немного позже. Наш консультант по музыке, композитор Никита Богословский. Я с утра до вечера на работе занимаюсь тем, что читаю глупости. Такого ответа мы не ожидали даже от Николая Монахова. У меня нехитрая работа, день и ночь валяю в дурака. Трудолюбие отличает артиста Михаила Боярского. Ломаю подкидную доску, покидаю большой спорт. Не горячитесь. Сергей Юрский. Куда бежим, куда спешим. Давайте остановимся хоть на миг. Поглядим в глаза друг другу. Поглядим, поглядим. А там посмотрим. Писатель Леон Измайлов. Я разный, я струя светлой лазури. Я солнце, я луч солнца золотой. Скромность украшает поэта. Владлен Бахнов. Я сперва искал слова, А потом всё сказал, как есть. Спасибо за откровенность. Валерий Золотухин. За свою жизнь я сыграл три женские роли. И только наш консультант по театру Евгений Лебедев. Я пишу ямбом, хореем, амфибрахием, дактилем, оды, сонаты, рубы, станцы, мадригалы, эпиграммы, эпитаки. Напишите, наконец, что вам требует. Наш консультант по литературе Виктор Веселовский. Ответили, а редакции требуется машинистка. Вот на этом принц построил нашу рубрику. Письмо из Белиси. Простите за фотографические ошибки, я аспирант. Ответили, а мы думали, вы уже защитились. Писатель из города Воронежа нам прислал такое произведение, в котором были следующие строчки. Настроение у меня было, хоть улетай. Как будто кто-то мне прилепил крылья. Я сел за письменный стол. Мы ответили, напрасно. Надо было полетать, успокоиться. Порой приходят такие выдающиеся произведения, на которые годами всем коллективным умом мы не можем ответить. Вот подобный пер. Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране. Из Киева. Я решил заняться литературным промыслом. С точки зрения экономической эффективности, какой промысел лучше? Проза или стихи? Ответили, с точки зрения экономической эффективности, лучше всего промысел котиков. Из Тулы. Я купил с позолотую брошку. Приколю тебе к теплой груди. Ответили, попробуйте приколоть сначала к своей. Из Пензи. Коренастая Зинаида Петровна сильными руками раздвинула ветки тайги. Перед ней стоял тигр. Ответили, ну вот пусть тигр теперь сам и выкручивается. Такое интересное письмо получили из Воронежа. В нашем городе мужчины часто избегают дежурить в дружине. Приходится дежурить исключительно женщинам. Об этом я написал стих. Хулиган, забейся. Щель. Девки вышли на панель. Могу ли я рассчитывать на публикацию? Ну, судя по вашей реакции, вам стихи понравились. Нам они тоже симпатичны. И мы собираемся их с примечанием в редакции опубликовать. Стихи хорошие, печатаем. Нас часто спрашивают, действительно ли публикация рубрики «Бумеранг» это творчество читателей, или все это придумывается в редакции. В этой связи такой бумеранг. Мы уверены, что все печатываемое в бумеранге, от буквы до буквы, выдумываемое сотрудниками вашей газеты. Ответ. Да что вы? Разве это выдумывая и вай ему е? Это все присылаевая и вай ему е. Наш новый конкурс – фотоателье. Фотография новая, вопрос старый. Что бы это значило? Нужна веселая, смешная, остроумная подпись. Зрители, сидящие в зале, просим не забывать указывать в своих записках номер ряда и кресла. Что касается телезрителей, то мы ждем ваших письменных ответов. Пишите нам по адресу. Москва, 127-00, улица Академика Королева, 12, Центральное телевидение, передача «Вокруг смеха». Мы решили ограничить время раздумий над ответами. Срок – 10 дней, не считая сегодняшнего, то есть дня, когда передача впервые вышла в эфир. Думайте, запомните эту фотографию и проявляйте свое остроумие и находчивость. Вы сейчас увидите забавный музыкальный номер, по поводу которого у вас может возникнуть такой же вопрос, что бы это значило. Так вот, чтобы у вас такого вопроса не возникло, я вам сразу все сейчас объясню. Наши гости из Сталина – вокально-инструментальный ансамбль с веселым названием «Апельсин». Они исполнят пародийный номер, который называется «Полузабытый рок-н-ролл». «Полузабытый рок-н-ролл» «Ма вярин мууд, вярин мууд, вярин мууд, вярин мууд». «Полузабытый рок-н-ролл» 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 Вэри муу, вэри муу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как всякая солидная организация, клуб 12 улиц литературной газеты имеет свою художественную самодеятельность. Наш постоянный автор, народный артист РТСР Никита Богослов. Никто не отрицает заслуг Никиты Владимировича Богословского в юмористической литературе, но все-таки мы пригласили вас, Никита Владимирович, для того, чтобы вы были нашим консультантом по теме музыка и юмор. Юмор, как черта человеческого характера, отражена в музыке так же, как и в других видах искусства. Самые великие композиторы прошлого чрезвычайно ценили и любили юмор. Например, вот интересная такая деталь. В конце прошлого века несколько композиторов, очень известных, в их числе Римский Корсков, Бородин, Глазунов, на день рождения известного издателя музыкального и музыкально-общественного деятеля Михаила Петровича Беляева, сделали ему такой подарок, несколько фортепианных пьес, где они использовали его фамилию. Его фамилия Беляев, они разложили эту фамилию на слогах и получились названия нот. Бе это по-немецки обозначает си-бемоль, ля есть ля, е это по-немецки ми и ф это фа. И вот на эту самую тему они написали различные пьесы. В предреволюционные годы была очень популярна, шедшая в театре «Кривое зеркало», сатирическая опера Эйренберга «Вампука», где высмеивались оперные штампы и оперная рутина. И это слово вошло настолько в быт, что и теперь часто его применяют для обозначения какой-то псевдоисторической халтурной постановки. Мне позволено показать несколько произведений этого жанра. Баллада о Кляузе, это, если хотите, современная модификация рассиневской клеветы. Эту балладу исполнит артист Большого театра Павел Зверев. Кляузе, 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 не выносят паузы, Тут нельзя минуты отдыхать. Написал одну ты, за другою ноты, Надо непрерывно писать. ПОТИКОНЬКУ ЭК ПО ТОПЧИКУ ВЕЧНО РУЧКИЙ НА ПИСТОПЧИКУ НАНОСИ, НАНОСИ! Сообщай дурное мнение, Приводи людей в сомнение, Доноси, доноси! И теряя ни минуты капни тапки, капни тапки. Где-то ям твой И без совести зазрения Подводи без подозрения Нарушай покой Кляузы, кляузы Не выносят паузы Тут нельзя минуты отдыхать Написал одну ты За другую ноты Нас непрерывно Получают их кольверты Говорят, что сейчас проверьте Доказать не удается Все же что-то остается Будет сейчас И пока в них разберутся Сотни новых заведутся Там здесь разобрать Кляузы, кляузы Не выносят паузы Тут нельзя минуты отдыхать Написал одну ты За другую ноты На дне прерывно Рыбы на ханепре Рыбы на ханепре Рыбы на ханепре Да Как я уже сказал, Никита Владимирович насотрудничает в нашей прессе, сочиняя юмористические, сатирические рассказы и миниатюры. Кремцовским заводом точной механики освоены новые часы марки «Вихрь». Принципиальное их отличие от других марок заключается в том, что они идут значительно быстрее всех часов, как отечественных, так и зарубежных. Часы выпускаются в двух вариантах – летнем и зимнем. Последний – с меховым циферблатом. Актер Борис Попков организовал группу любителей пловцов, купающихся в крутом кипятке. «Полчаса, проведенные в кипящей воде, – говорит спортсмен, – живительно, – действует на организм, предохраняют его от инфекции, дают заряд бодрости минимум на неделю. Группа энтузиастов нового вида спорта называет себя раками, по аналогии с моржами, купающимися в ледяной воде». Я очень люблю писать какие-то музыкальные произведения на определенного актера, какого-то уж, которого знаешь наизусть, все свойства которого известны, не характерные особенности. Вот как я когда-то писал специально для Утесова, для Марка Бернеса, а сейчас я очень полюбил артиста Валерия Золотухина. Что наделала ты, речка, бестолковая вода, да-да-да? И зачем же ты, зачем же два сердечка разручила, разручила навсегда? И зачем же ты, зачем же два сердечка разручила, навсегда? Ох, любовь моя, направо, я на левом берегу, Ни по звездам, ни по звездам, ни по травам К ней добраться не могу Ни по звездам, ни по звездам, ни по травам К ней добраться не могу Я спрошу все лицо ответа Чтобы дал прям мой ответ, ответ Нам на лето, нам на будущее лето Мост подарят, мост подарят или нет Нам на лето, нам на будущее лето Мост подарят или нет Сегодня у нас на вечере присутствуют два поэта-парадиста Владлен Бахнов и Александр Иванов Владлен Бахнов единственный трижды лауреат премии Золотой теленок Он автор сценариев всех последних фильмов Гайдая Серьезный писатель Писатель-сатирик, пародист, переводчик Одним словом, лицо без определенных занятий Я прочитаю несколько пародий литературных из такого цикла «Белеет парус одинокий» Как бы наши известные поэты написали бы это известное стихотворение Лермонтова Ну вот, скажем, хорошо вам знакомый дагестанский поэт Расул Гамзатов У него бы это стихотворение называлось примерно так «Горный сонет» И звучало бы, наверное, так В горах моих, где горные потоки Давно живет предание о том Что есть на свете парус одинокий Белеющий в тумане голубом Но знает лишь один старик глубокий Один мудрет в селении моем Что кинул тот кунак в стране далекой Что ищет тот джигит в краю родном Я жажду бури, где моя папаха Где мой кинжал неведающий страха Я вдаль хочу в неведомый простор Любимая, простимся у порога И выхожу один я на дорогу Где ждет меня в машине мой сапер Моя любимая поэтесса Белла Ахмадулина Ноктюрн О море первозданный хаос О пены кружевной узор Принадлежит сейчас мой взор Тебе, мой одинокий парус Мой мальчик, мой удельный князь Играют волны веселясь Я слышу в воздухе соленом Тревожную взаимосвязь Меж скрипом, мачты и наклоном Пусть так и все же я смеюсь Хоть слаб мой голос в странном поре О этот тройственный союз Тумана, паруса и моря И я не утираю слез Да будет нам покой неведом А есть ли счастье? Суть не в этом Плыть или не плыть? Вот в чем вопрос Евгений Евгений Пушенко Назвал бы это стихотворение Просто «Я» Я парус, море я в тумане голубом Я сам в себе белею одиноко Я сам себя ищу в стране далекой И кинул сам себя в краю родном Ах, я волна, играю я водою И изменяясь десять раз на дню Я ветер гнущий мачту над волною И мачта я, и сам себя я гну Я разный, я струя светлей лазури Я солнце, я луч солнца золотой Я буря, и прошу я только бури аплодисментов В этом мой покой Я хочу передать микрофон Поэту-пародисту Александру Иванову Который, на мой взгляд, станет одной из самых крупных фигур В нашей литературе Если будет кушать мучное и сладкое Широко известный поэт Евгений Долматовский Автор множества лирических стихов Стихов о любви В том числе и о любви драматической Вот Евгений Долматовский пишет Что делать со стихами о любви Закончившейся пошленьким скандалом Не перечитывая разорви Отдай на растерзание шакалам Я назвал пародию о пользе скандалов Ни разу малодушно не винил Я жизнь свою за горькие уроки Я был влюблен и как-то сочинил Избранниц лирические строки Скользнула по лицу любимой тень И вспыхнул взгляд Такой обычно кроткий Последнее, что видел я в тот день Был черный диск чугунной сковородки Скандал, увы, но я привык страдать Поэтам лиробеть перед скандалом А как же со стихами быть Отдать на растерзание критикам шакалам Но я мудрей и дальновидней был Я сохранил их и в тайник не спрятал Не разорвал, не сжег, не утопил Не обольщайтесь, я их напечатал Поэт Владимир Гордеичев Небольшая цитата из его стихов И немеешь почти не дыша Как охотник в догадке Не рысь ли и уже холодеет душа В несомненном предчувствии мысли Пародия называется На охоте Ни пурги не боюсь, ни дождя На земле то безмолвной, то гултой По полям и оврагам бродя Со своей неизменной утулкой Я природу ужасно любил В пеших странствиях с егерем Федей Не поверите, сколько убил Зайцев, рысей, волков и медведей Я однажды устал и промок И вот тут-то удача сверкнула Кто на это надеяться мог Неожиданно мысль промелькнула Это ж надо, стреляй не хочу Я, конечно, от радости ахнул Вмиг двустволку приладил к плечу И дуплетом по мысли шарахнул Лишь бы даром заряд не пропал Я утерся вспотевшую шапкой Пригляделся и вижу — попал Вон, голубушка, дрыгает лапкой Тут же я ее освежевал Поспешив из укромной засады Федя молча губами жевал И от зависти плюнул с досады Притащил я добычу домой А жена закричала — не рысь ли? И ни летом с тех пор, ни зимой Мне уже не встречаются мысли Поэт Николай Доризо Написал стихи, посвященные процессу поэтического творчества Вот начало стихотворения Николай Доризо пишет Не писал стихов и не пишу Ими я, как воздухом дышу Пародия называется «Писание и дыхание» Не писал стихов и не пиши Лучше погуляй и подыши За перо поспешно не берись От стола подальше уберись Не спеши, не торопись, уймись Чем-нибудь в конце концов займись Выброси к чертям карандаши Полежи, в затылке почеши Суп свари, порежь на кухне лук Выпей чаю, почини утюг Новый телевизор разбери Посмотри, что у него внутри Плюнь в окно и в урну попади В оперету вечером пойди Вымой пол, прими холодный душ Почитай на сон грядущий чушь Что-нибудь короче соверши Не писал стихов и не пиши Прежде чем передать микрофон Писателю-сатирику Леону Измайлову Я хотел бы сказать о нем Несколько слов Помимо своих публикаций В литературной газете И в других наших Юмористических изданиях Он дважды лауреат конкурса Золотой теленок Ну и кроме того, он автор монологов Учащегося из кулинарного техникума Который исполняет Геннадий Хазаров Леон Измайлов Когда-то время ползло Потом шло Теперь побежало И мы несемся во времени В пространстве И рвем в нем привычные связи Родственников в большом городе Мы давно забыли Помним только тех, у кого взаймы взяли Для того, чтобы вовремя На другую сторону улицы перебежать С друзьями общаемся только по телефону Годами не видимся Встретишь на улице Вроде знакомый В лицо не помню Как зовут, не знаю Кто такое понятия не имеет А назвал номер своего телефона Оказывается, лучший друг А ведь когда-то ходили друг к другу На дни рождения Долго выбирали подарки За столом говорили Длинные красивые тосты Чтоб хозяевам приятное сделать Теперь прибегаем на день рождения С бутылкой И быстро выпиваем ее Под один и тот же тост Ну, поехали Где те добрые старые времена Когда никуда не спешили Где тот доктор Милый семейный доктор Который знал нас с детства Часами выступил и выслушивал Теперь доктор в спешке Прибегает на пять минут И в попыхах путает больного с лекарствами Так и пишет По два инфаркта Три раза в день после еды А ведь когда-то собирались вечерами Говорили об искусстве Делились впечатлениями о прочитанном Теперь, если и говорим В основном о тряпках Причем мужчину в этом плане Давно обогнали женщин Носится по магазинам Ищет рубашки в талию Расхватали жабо Отняли у женщин туфли на платформе А теперь отнимают в колготки Как я представлю себе Этого отца семейства Защитника В жабо, колготках и на платформе Волосы дыбом встают А танцевали-то как раньше Не торопясь Под тихую мелодичную музыку Ее рука на твоем плече Твоя рука нежно поддерживает ее за талией Раньше вместе танцевали Теперь каждый за себя И музыка электрическая стала И сами дергаемся так, будто нас в высоковольтную сеть включили А обнимешь партнершу в танце Она так трясется Полное ощущение, что танцуешь с отбойным молотком А женились-то как раньше Не торопясь, долго приглядывались Потом знакомились Через полгода брали за руку Через год целовали, получали пощечину И только тогда делали предложение Теперь на все это нет времени Познакомились на танцах в полутьме Два раза посидели в темноте в кино И сразу в ЗАГС, отсюда и трагедии Пришли из ЗАГС, она парик сняла Ресницы отстегнула, косметику смыл Он глянул в нее и повесился Но нам ни до кого нет дела И никому до нас тоже На прошлой неделе дома специально два часа кричал Спасите, помогите Хоть бы кто помог Позвонили сверху, спросили Слушай, по какой программе такой хороший детектив идет Да, когда-то время поздло Теперь побежало им Бежим месяца времени, спешим А куда бежим, куда спешим Давайте остановимся хоть на них Поглядим в глаза друг к другу Пообщаемся А уж потом дальше побежим А сейчас на меня возложена ответственная и приятная задача Подвести итог конкурса Клуб 12 строк На наше предложение откликнулось свыше полутора тысяч телезрителей Квалифицированное жюри подвело итог Лучшими признаны девять рассказов Я называю имена победителей Огневцев и Шипилов из Москвы Овчаров из Петропавловска Фомин из Москвы Люлин из Москвы Кравец из поселка Карф Камчатской области Мучник из Одессы Болотов из тела Среднедорожная Курской области Брагин из Москвы Ильичев из Москвы Поздравляю победителей Все девять рассказов я прочитать, естественно, не могу Но один в своем исполнении Весьма несовершенном, не актерском Предлагаю вашему вниманию Авторы Огневцев и Шипилов Звездный час Старинные пимезонные часы Осветили комнату Семь утра по межзвездному Подумал удар Громов Пора было лететь на базу Работа на шестой лебедя Приучила Громова к быстроте И уже через несколько минут Пневмолифт Вынес его на спираль гиперпространства В утреннем небе Вспыхивали строчки последних известий Молодец Градов Улыбнулся Громов Прочтя сообщения О впервые полученных Второй трансгалактической экспедиции В фотографиях обратной стороны черной дыры Громов вскочил в ближайший гравитолет И набрал код базы На базе уже кипела работа Все сотрудники лаборатории Межзвездного проектирования Были в сборе Мужчины разгружали картошку Женщины работали на сортировке За сегодняшний день Обещали два отгула Подумал удар громов Взваливая мешок на плечи Успею слетать на Альфу Центавру Ну что ж, авторы этой юморески Предполагают, что некоторые приметы Сегодняшнего дня Сохранятся и в далеком будущем Улыбнемся такому предположению И все же хочется верить Что никакое развитие техники Никогда не заменит технику Скрипача-виртуоза Или мастера фигурного катания И мы всегда будем им аплодировать Ну, иногда и подшучивать над ними Как это сейчас сделают артисты Театрализованного ансамбля Люди и куклы Из города Кемерово Эта пара в результате вольной борьбы В обязательной программе Перебинулись с 28-го на 29-е место Портовый грузчик Джо И медсестра Кэтрин Танцуют вместе со дня Своего бракосочетания Уже третий сезон Они проводят свой медовый месяц на льду Сегодня Кэтрин в сирене Она очаровательна Платье стильно приталено Рукав длинный, вшивной Глубокий вырез Окремлен кружевной тканью Коньки прекрасно дополняют этот танцам КОНЕЦ Вместе со спортсменами волнуется их тренер Женщина, покинувшая лед еще в год изобретения канько КОНЕЦ 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 Все Разминка окончена Переходим к тренировке Завтра встреча с англичанами Если завтра не накажем англичан Все Ломаю подкидную доску Покидаю большой спорт Давай по одному Сильный разгон Толчок Рандат Сляк Приходом напрямую И прыгнулся Пошел И Хорошо Сильный вверх Сильный вверх Пошел И Хорошо Завтра не накажем англичан Все Ломаю подкидную доску Покидаю большой спорт Давай ты, Костюков Возьми разгон от стенки Сильный разгон Толчок Рандат Сляк Приходом напрямую Прогнозы Пошел И Рассеянный ты, Костюков У тебя дома все в порядке? Отец с вами живет? Сядь, отдохни Нет команды Нет команды Завтра не накажем англичан Все Ломаю подкидную доску Давай ты, Кандейба Сними эту тряпку с головы Рыжа, забери у него тряпку Сильный разгон Толчок Рандат Фляк Сальто С целью воротом С приходом напрямую Прогнозы Пошел И Почему? Ерунда Все получится Мы с Пузаном подстрахуем Мы втроем подстрахуем Давай Костюков На страховочку Пошел И Почему? Трещит Трещит Рыжа, дай ему тряпку Замотай голову Нет команды Нет команды Завтра не накажем англичан Все Мы в четвером подстрахуем Давай, Рыжа На страховочку Ну нормально Пошел И Почему? Не собрался? Ну Ну Подсобери Ведущий прыгун Собраться не может Нет команды Собрался? Нет еще Собрался? Нет еще Собрался? А я Вижу Что не собрал Так Еще Подсобери Отплати Двери на улицу Собрался? Сильный разгон Толщок Рунда Сальто С переворотом С проходом на прямые Страхнулся Все пострахуем Все Все на страховку Давай бегай Нет команды Раньше была команда Не было коллектива Теперь есть коллектив Нет команды Поехали! Я накажу! Я тебе не мама! Нас шестнадцать человек! Мы все ждём! Серёня, мат на стену! На эту тоже! На все стены маты! Нет команды, нет команды! Завтра не накажем англичан! Всё! Ломаю, подкиднусь! Доску покидать! Всё! Он собрался! Двери! Маты! Серёня! Убан! 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 Где он вчера был? Кто с ним был? Что это за дом? При чём тут салат? Салат не даёт такого полёта! Сколько? Рюмочку! Фужер! А потом? Всё! Сколько? Рюмочку! Стакан! А потом? Всё! На этом кончилось! А ты на этом кончил! А он когда кончил! Он же видел с какой стороны мы его страхуем! Ничего он придёт с тебя! Давайте, Гриста! Стулес возьми разлом! Сильный разлом! Толчок! Рондац! Ляг! Приходом на прямые прогнозы! Всё! Пострахуем! Пострахуем! А у англичан профессиональная команда! У имблбонского конного завода! А я что покажу? Нарушители режима! Парк сделан! Костуков, посмотри, сделан! Троллей бустил! Закрыть все двери! Никого не выпускать! Нет команды! Нет команды! Давай ты, Аркадий! Только смело! Толчок! Рондац! Приходом на прямые! Сильно! Сильно вверх! Пошёл! Хорошо! Только понимай! Ты на что должен был прийти? На ноги! А ты на что пришёл? Кондыбу видел? Ну не в ту сторону! А какой полёт! У тебя этого нет! У тебя в полёте руки, ноги, брови разлетают! На все союзных соревнованиях тут ем международной категории кедой по лицу! Я потом имел с ней разговор! Зачем тебе большой спорт? Ты кто? Инженер! И занимайся своим делом! Что тебя тут привлекает? Что тебе тут нравится? Кто душ? Кто душ? Приходи по мосту, уходи обратно! Дай слово перед всей командой! Больше на тренировки ходить не будешь! Даёшь слово? Всё, иди купайся! Давай тебя попробуем, кусывол! Я знаю, что полгода не прыгал! А чё ходишь? Нравится! Сильно вверх! Я сам спрашиваю! Весь ты на меня иди! Весь ты прямо на меня иди! Я отвечаю! Сильно вверх! Весь ты! Спасибо. Средовка Аконтида. Завтра до садейся с англичанами. Покидаю большой спорт. Если Кандыба придет в тебя, привет ему от бывшего средида. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, друзья! Привет, сеньоры! Позвольте нам начать пролог. Здесь мир театр, а люди в нем актеры. Так некогда у Ильям Шекспир изрек. Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, А завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, Знакомы нам и розы, и шипы. Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, А завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, Знакомы нам и розы, и шипы. Подвластны нам стихи и проза, Манеж, эстрада и кино. Смеемся так, что вызываем слезы, А плачем так, что вам становится смешно. Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, А завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, Знакомы нам и розы, и шипы. Актеры, актеры, сегодня мушкетеры, А завтра короли или шуты. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, Знакомы нам и розы, и шипы. По свету кочуем, в гостиницах ночуем, Знакомы нам и розы, и шипы. А теперь мы в театре. Эта песня для нас своеобразный третий звонок. Я прошу на сцену народного артиста Советского Союза, Лауреата государственных премий, Евгения Лебедева. Вы знаете, друзья... Да, так, пожалуй, будет лучше. Да, это правильнее. Совершенно невозможно перечислить все то, Что сделал Евгений Алексеевич Лебедев в театре и кино. Вы знаете, всяко бывает в жизни актера, Но не каждому артисту, мужчине, Доводится играть женские роли. Это бывает довольно редко. И уж совсем редко Мужчина-актер играет роль такой милой дамы, Какой является баба... Я лучше вам сам расскажу все. Да? Да. Ну, пожалуйста. Тогда я вас... Вы у меня хлеб отбираете. Да? Ну, пожалуйста. За свою жизнь я сыграл три женские роли. Первая женская роль была роль кабанихи в «Грозе Островского». Мне было тогда 16 лет. Так что уж в этом возрасте я подавал надежды на исполнение ролей такого характера, как кабаниха. Ну, а потом я закончил театральный институт, проработал в театре много лет, и мне доверили ведьму. И последняя женская роль была роль мадемуазель Ку-Ку в спектакле «Безымянная звезда». Я вам покажу ведьму. Она мне ближе. Товстоногов сказал тебе даже, говорит, гримироваться не надо. Мне задают вопрос такой. Почему дали вам эту роль? Роль ведьмы. А что среди актрис вашего театра ни одной не нашлось? Я проверил весь наш женский состав и понял, что могла бы быть и не одна. Но мне сказали, у тебя больше данных. Но если все ведьму играли подбородком вперед, я стал играть подбородком назад. Вот так вот. И стали говорить, что я играю по-новому. Вам не видно было, да? О! Почему тот ряд лучше принимает? Так вот она прилетает в лес и разговаривает с Лешем и с Кикиморой. Э-э-э-э! АПЛОДИСМЕНТЫ Кто спрашивал меня здесь? Ну что? Что случилось? Что приключилось? Что случилось? А вот не дам, не дам сыскать, не дам сорвать Заколдован цветок колдов, звон злый, Вскрыть от людей лесом густым, нет пути к нему, Не достаньте каудеям, вы! Стоит! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы не покидаем театр Посмотрите сцену из спектакля Ленинградского Большого Драматического Театра «Энергичные люди» по повести для театра Василия Шукшина В ролях Валентина Ковель и Евгений Лебедев Жил-был на свете Аристар Петрович Кузькин И жила была его жена Вера Сергеевна. Впрочем, почему жили, они и теперь живут. И наш сегодняшний рассказ есть рассказ про их жизнь. Он и она из торговой сети. Он да что-то вроде заведующего, что ли. А она продавщица ювелирного магазина «Сапфир». Аристархушка крепко пил. А и пил собака изобретательно. Однажды в субботу вечером Аристарх назвал гостей. Пять человек. Обмывали автомобильные покрышки. Пять штук. Обратите внимание, лежат в коридоре. Вера Сергеевна много боролась с пьянством мужа. Обозлилась в конец и написала письмо прокурору. Уважаемый товарищ прокурор, в то время, когда все наши люди занимаются производительностью труда, есть еще отдельные элементы, которые хотят только есть и пить. И занимаются этим каждый день. Вы меня спросите, а на какие деньги? А я вам отвечу. Они занимаются спекуляцией. Я уже не могу слышать их пьяные голоса. Меня глубоко возмущает, как они импровизируют свои дела, а в это время в коридоре у нас лежат покрышки для Волги М24. Откуда они? Так что я думаю, товарищ прокурор, при вашей помощи мой муж со своими друзьями поедет кой-куда за казенный счет. Я им об этом намекнула. Они мой намек не поняли. Только понял мой муж Аристар. Но он думает, что я пугаю, а я не пугаю. Всякое мое терпение лопнуло. Мы перестали уважать друг друга, потому что, как мне кажется, он импровизирует не только с покрышками, но и с чужими женщинами. С уважением, В.С. Кузькина. Копия. КОНЕЦ КОНЕЦ Уважаемый товарищ прокурор. Ах, это вот. Спекуляция. Ай, 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 ах, ах, паразик, ах, паразик. Ты это что? Ничего. Ты это куда? Туда. Куда это туда? Куда это туда? Ударить хочешь? Ударь, лишних три года получишь. Верочка, Верочка, сядь. Я умоляю тебя, сядь. Давай сядем вместе. Ну, ну сядь. Сядь же ты, скотина ты. А? Прости, вырвалась. Вырвалась. Я умоляю тебя, сядь, голубая. Как этого ничего не изменится? Сядь, сядь. Ну, тело. Ну, ну что случилось? В чем дело? Мне надоело. Мне надоело ваша пьяная самодеятельность. Я тебе больше не служанка. Ну, 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 при чем тут служанка? Причем тут служанка? Я не знаю. Ну, выпили, посмеялись, пошутили. Что, шутить нельзя? Кем-то позавчера шутил? У тебя ведь пиджак? Пудри? С кем? Мало ли с кем. В автобусе прислонился. В автобусе. В автобусе. Эту записку тоже в автобусе нашёл. Аристарх, голубь, а не пора ли нам бросить этот официоз и мирно-полюбовно встретиться где-нибудь в укромном уголке? Это деловое письмо. Дай сюда. Да, шиш, разбратник, я тебе покажу голову. Это мужчина писал. Дура. Мой однокурсник. Однокурсник? А почему подписи Соня? Всевдоним. Всевдоним. Мы его на курсе так дразнили. Он любил много спать. Много спать. А почему твоя, Соня? А вот. Плевейка. Ну а? Просто плевейка. Что я тебя должен утончённому стилю обучать? Допил ты. Если люди шутят, то шутят до конца. Если он подписал со Соня, то он последовательно писал. Твоя. Твоя, значит, твой. Твой, Соня. Ну, знаешь. Врезать? Я врежу. Попробуй. Так тебе лет 8 дадут. А так 11. Ну, чего ты взбесилась? Я вот тут всё написала. И куда ты теперь? Прокурору. А сегодня выходной. А я в почтовый ящик брошу. Вера, я спекулянт. Спекулянт. Я спекулянтищик. Воруешь деньги у государства. Воруешь? Ворую. Что? Я ворую? Ты воруешь деньги у государства. Я ворую. Воруешь. Я ворую государство. А ну-ка, снимай всё с себя. Снимай всё с себя. Всё, что на тебе искуплено, на ворованные деньги. Чего напялило? Чего напялило? Прокурор. Подари своими шмутками. Да всё, 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 снимай. Прокурору пойду. Прокурору пойду. Чумичка. Чумичка ты я такая. Ух ты. Пролепей. 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 Чумичка. Семёныч, Семёныч, давай срочно ко мне. Слушай, иди ты знаешь, куда? Слушай, сюда. Слушай, сюда. Моя швабра накатала на нас телегу. Я говорю, швабра. Ну, швабра, швабра. Нет. Ну, жена моя. И собралась к прокурору. Слушай, созвонись. Я говорю, созвонись со всеми. Давайте как-нибудь все вместе её уговорим. Ну что, прощение похоже? Да нет, понимаешь, мне Сонька, Сонька подлянку кинула. Записку в карман положила, а я не знал. Нет. Нет, это из-за вальки, наверное. Да. Давай. Давай. Паразит. Ах, чумичка-то. А ты, плебейка ты, эдакая. Ай, чумичка. Чумичка-то. Ой, покрышки. Покрышки. И куда мне эти покрышки девать? Ах, ты, чумичка. Ах, все, все. Ах, все. Ах, все. Ах, все. Ух, паразитка ты! Паразитка. Паразитка ты! 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 Тридцать восьмой на тридцать шестой одевай и породи. Элементарно хотел показать, что определенная прослойка людей не должна испытывать ни в чем никаких затруднений. Нет, это лохудра предлагает мне канавы рыть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Если надо рассмешить кого-то, я вас рассмешу наверняка. У меня нехитрая работа, день и ночь валяют дурака. Шут приходит, это значит, будет всем потеха. А увидят, что я плачу, то скажу от смеха. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМЕЙТЕСЬ А увидят, что я плачу, а увидят, что я плачу, то скажу от смеха. АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, многим из вас такой способ зарабатывать себе на жизнь чтением глупостей покажется несколько, ну что ли, несерьезным для мужчины, да еще с высшим университетским образованием? Ну что же делать, товарищи, в конце концов, каждый человек, хочет он того или нет, независимо от образования, выбирает себе тот род занятий, который ему по силам и по способностям. У меня есть маленькое утешение. По-моему, уж лучше зарабатывать на жизнь чужими глупостями, чем созданием собственных. Несколько лет назад рубрикой «Нарошница придумаешь» заинтересовался композитор Шостакович. И некоторые из них он даже положил на музыку. Я сам их слышал, пение, пел бас. Но меня природа обделила многими достоинствами, в том числе и басом, поэтому я их просто вам прочту. Из газеты «Здесь, как и в каждом загородном районе, много собак. Что не домовладелец, то собака, а то и две». Вот из одного дела персонального. Со второй женой я не был зарегистрирован и проживал с ней на общественных началах. Из заявления. Послала она меня по-женски, но все равно очень далеко. Из характеристики. Увлекается литературой, как художественной, так и зарубежной. Вот было время, когда школьники изучали литературу по первоисточникам. Сейчас есть кино, телевидение, и поэтому после вот такого кино-телеизучения иногда появляются вот такие сочинения из школьного сочинения. Особенно мне понравилась Наташа Ростова, когда она танцевала на своем первом балу со Штирлицем. Цитата из газеты. «Автоматы газированной воды не работали из-за недостатка углекислоты, выделяемой Министерством торговли». Вот объявление в учительской одной школы. «16 мая состоится педсовет на тему «Ликвидация проблесков знаний у учащихся». Цитата из газеты. «Новые аэровокзалы сокращают время пребывания человека на земле». «Объявление ввиду того, что в нашем районе появился медведь, который дерет скот, охотников просим уплатить членские взносы». Из выступления главврача больницы. «Мы могли бы лучше наладить работу больницы, но нам постоянно мешают больные». Объявление. «На улице Восточная, 28, имеется продажная шкура». «Объявление. Всем гражданам села Ивановки следует произвести обрезку рогов длиной до двух сантиметров. Те, кто будет уклоняться от этого мероприятия, тому рога будут обрезаны прямо в стаде, в принудительном порядке, без предупреждения». Из акта, составленного очень культурным человеком. Нетрезвый гражданин Бандура пытался всунуть колхозной корове-дорогушей сигарету в зубы, отчего та погналась за ним и произвела укушение в место, находящееся между поясницей и обратной стороной колена. Объявление. «Сегодня состоится лекция для женщин, как сохранить свое здоровье». «После лекции кинофильм «Живой труп». Из заключения эксперта. Удар был причинен тупым твердым предметом, возможно, головой. Объявление. «Суконные фабрики срочно требуются на работу трепачи, мужчины и женщины». Это на самом деле трепальщики. «Степальщики». Объявление на ипподроме. Первое место завоевала лошадь жеребец-аттистат, которой вручается первый приз «Отрез на брюки». Из пригласительного билета на новогодний вечер. «Пусть все на елке веселятся, пусть за здоровье не боятся, пусть жизнь светлеет с каждым днем, пусть все вокруг горит огнем». Объявление. «Одиннадцатого июля в парке вечер. У нас на костре лучшие люди села». И последнее объявление. Мы рекомендовано сообщить вам, что Центральное телевидение объявляет конкурс на самое смешное нарочно не придумаешь. Ну, а вот и настала очередь подвести наш конкурс. Что бы это значило? Жюри передало мне пять записок. Считаю, что это лучшие. «Тело в шляпе». Стихами. «Ах, снег, белый снег, белая метелица, вроде все продала, аж самой не верится». «Андатр нынче дорог». «А говорят, у меня теплое местечко». И первое место по решению жюри занял товарищ написавший. Ее разыскивает милиция. Восьмой ряд, тридцать седьмое место. Прошу подняться на сцену. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, кто вы и откуда? Моя фамилия Поляков. Сотрудник милиции. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но ведь знает, кого разыскивать. Да, и за это получает приз, как и в прошлый раз, нашу пластинку «Клуб 12 стульев» литературной газеты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 что мы с ними не останемся никогда. Я желаю удачи всем тем, кто хочет и будет участвовать в наших конкурсах. Кстати, напоминаю вам, что срок конкурсов нарочно не придумаешь, и что бы это значило – 10 дней. Всего вам доброго, до новых встреч, до новых улыбок. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...